Талантливые дети Омской области и не только блеснули своими искрометными номерами на региональном отборочном этапе Всероссийского конкурса «Земля талантов». В этом году тематикой творческого соревнования стало «Столетие пионерии». Лучшие песни, зажигательные танцы, интересные рассказы и рисунки о пионерах родом из Советского Союза о мече увидели и услышали на галоконцерте во Дворце культуры Кировского округа. «Как повержишь галстук, береги его, он ведь красным знаменем света одного, а под этим знаменем в бой идут лайцы, за отчизну бьются братья и отцы». Среди конкурсантов не осталось ни одного ребенка, который не проникся бы трогательной тематикой – «Столетие пионерии». Для омских ребят юные герои, состоящие в самой большой детской организации в мире, стали настоящим примером. Буквально каждый номер, прозвучавший со сцены, был исполнен не только на высшем уровне, но и с душой. «Орлята учатся летать, им салютает шум прямой, в глазах небо голубое, ничем орлят не испугай. Орлята учатся летать, орлята учатся летать». «Как у вас ощущения после сцены, после выступления?» «На самом деле было очень комфортно выступать, потому что, когда видишь улыбающиеся лица жюри, мне лично было очень комфортно, и я не ощущала никакого дискомфорта». «Мы привыкли очень много выступать, и нам почти не страшно, нет никакого волнения, поэтому нам вполне приятно находиться на сцене». Главное во время выступления, говорят вокалистки ансамбля, помнить о смысле исполняемого произведения. Того же мнения придерживается Давид Дочия. После выступления талантливого певца в зале не осталось ни одного равнодушного к его творчеству зрителя. Уверенное и профессионально исполненное выступление, упорная работа над голосом и артистизмом. «Но ты человек, ты сильный и сменный, своими руками судьбу свою делай, иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает народ непростой». «Когда я думаю о песне, думаю не о том, какое место я займу, не о чем-то другом, думаю о песне, о смысле песни, то тогда получается петь идеально. То есть ты даже не задумываешься, попадаешь ли ты в ноты, правильно ли ты поешь, но звук выходит сам, правильный звук выходит сам». Передать зрителю смысл произведения не словами, а танцем – такая сложная задача стоит перед коллективами хореографии. Они, к слову, ничуть не отстали по уровню профессионализма. Высокое мастерство показала София Затулы-Витер из рабочего поселка Саргатская. «Это тяжело, но я все же преодолела трудности, у меня все получилось». «София справилась с своей задачей, конечно, это очень большая и непростая работа, это, конечно, стоит большого труда, но она с этим справилась, и я, как помощник-руководитель, очень переживала». Вот уже несколько лет подряд бреснуть своими талантами в Омск отправляются воспитанники Тиврийской школы искусств. Кристина Дирижинская очень ответственно подошла к выступлению в номинации «Художественное чтение». Её выбор пал на отрывок из книги Елены Ильиной «Четвёртая высота» об удивительной судьбе Гули Королёвой, талантливой актрисе и прославленной героине Великой Отечественной войны. «Костика, Казбека и Заурбека. Вот для кого вырастил?» – спросил кто-то из ребят. «Как для кого? Для красной кавалерии? Я и сам джигит». «Так ты Баразби!» – обрадовалась Гуля, вспомнив, что она читала о нём в «Пионерской правде». «Баразби Хамгоков». «Дети хорошо подготовлены, все красиво одеты, репертуар соответствует тематике. Каждый выступил достойно, каждый победитель уже является, потому что выходит на сцену. Для многих это, возможно, первый раз такая большая сцена, тем более у вас она красивая». Елена Слепова по достоинству оценила яркие номера детей из Омской и Новосибирской областей. Она напомнила, что участие во всероссийском конкурсе «Земля талантов», который проводится под эгидой КПРФ, совершенно бесплатное. Это даёт возможность показать своё мастерство и умения детям даже из самых отдалённых уголков страны. «Наша область – тому пример», – говорит депутат-коммунист Константин Ткачёв. Именно под его чутким руководством прошёл девятый региональный конкурс «Земля талантов». «Мне сложно оценивать мастерство и умения ребятишек. Мне хочется сказать о том, что реакция руководителей коллективов и самих участников очень хорошая. Люди подходят и благодарят, и говорят, что, во-первых, это конкурс бесплатный абсолютно на всех этапах проведения его. Таких конкурсов крайне мало осталось, потому что они много где участвуют. Ты там заплатил 400 рублей и получаешь некоторые проблемы. Здесь они отмечают слаженную работу, они отмечают благоприятную атмосферу, спокойное, спокойное, всё отлаженное. Вот это для меня очень приятно, потому что я тоже дебютант в какой-то степени, организовываю такое крупное мероприятие, и мне была эта оценка важна». Отметим, следующий год особенный. Конкурс «Земля талантов» будет праздновать свой десятилетний юбилей. Уже сейчас омским солистам, коллективам и их руководителям, художникам и чтецам можно подумать о подготовке к соревнованию и отправиться в удивительный, красочный путь в мир творчества. Я клянусь, что стану чище и давнее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасное далёко, прекрасное далёко я начинаю путь.